Большая часть дорог в городе Суздаль в непригодном состоянии. Из-за скопившихся на обочинах сугробов проезжая часть сильно сузилась. Теперь вместо двухполосного движения на многих улицах районного центра только две колеи. В ходе рейда по Суздальским дорогам представители общественных организаций «Народный контроль» и «Чистый Суздаль» зафиксировали ряд нарушений. Люди просто ездят по колеям, ходят по нечищенным ледяным тротуарам. На дорогах мы видим огромные большие лужи, а по бокам у нас, получается, нас-то где-то порядка до двух метров доходит. От метра до двух метров, хотя при нормативе 50 сантиметров. Соответственно, получается, что у нас с обоих сторон образуется такое своего рода преграды, как бассейн. И, соответственно, вода постоянно тая, дополняет ту огромную и большую лужу, которая уже есть. Добраться до школы или магазина пешком без травм также надо постараться. Где здесь тротуар, а где проезжая часть сложно разобрать. Пешеходы и гости города рискуя жизнью, вынуждены маневрировать между машин. Ледяное покрытие может сыграть злую шутку, и просто ребенок или любой другой человек взрослый может просто подскользнуться и оказаться под колесами автомобиля проезжающего. На российском вездеходе УАЗ, иногда с пробуксовкой и блокировкой мостов, ревизоры проехали по туристическим маршрутам Суздаля. Всего в райцентре они обследовали 18 улиц, и главные в том числе. Общественники поражены отношением суздальских чиновников к зимнему содержанию дорог. При том, что по их данным, на уборку города-музея в зимнее время выделяется больше 20 миллионов рублей. Естественно, вода попадает в микротрещины дорожного полотна, да, ну и ночью просто-то разрывает дорожное полотно. И сегодня, если активная потайка, то этот весь снег, он потечет по дорогам, да, будут образоваться ручьи, будет вымываться дорожное полотно, асфальт, и эти дороги приведутся опять в негодность. По заявлению Суздальской администрации, в зимнее время город обслуживает 12 единиц техники. Ежедневно за пределы Суздаля вывозится больше 500 тонн снега. Но ресурсов хватает только на главной улице, и то с натяжкой. То есть везде машины оставили, поэтому не можем убирать. То есть ежедневно уборка у меня начинается с 4 утра. Упор делаем, конечно, на основные магистрали. То есть вот и у нас именно туристический маршрут, а второстепенный у нас только расчистка такая без вывоза. Есть такие улицы. Общественники вынесли свой вердикт. В ходе рейда ими усмотрен состав административного правонарушения. Заявление о недобросовестной работе Суздальской администрации они планируют направить в областную ГИБДД. Григорий Кошкин, Александр Громов, 6 канал.